Всем привет, с вами канал Artmania И сегодня мы с вами будем рисовать акварелью Будем рисовать маленький тортик с вишенками С шоколадом, такой интересный, красивый, праздничный Для этого нам понадобится, конечно же, лист для акварели То есть такой лист, немножко, как бы неровненький Такой, ну, короче, для акварели, как обычно Также кисточки, у меня их много В основном это нам понадобится синтетика Такие вот я купила в Ашане, мне очень они прям понравились Восьмерка, там шестерка, поменьше понадобится Четверочка понадобится Где-то, может быть, даже совсем маленькие Здесь уже она старенькая потрепалась Потоньше вот Вот, ну, в основном синтетика Где-то, может быть, даже и щетина Вот, также вода у меня тут стоит И также краски акварельные Такие, какие у вас есть Ну, и карандаш, конечно, вместе с терочкой И давайте начнем Рисовать мы будем На самой вот этой вот ребристой поверхности То есть не с той стороны, где гладкая Гладкой стороной мы кладем на стол А здесь вот рисуем Вот И где-то торт у нас будет проходить Где-то так Сначала мы с вами будем рисовать квадрат От квадрата потом пойдут вот эти вот как раз вот линии Где-то вот здесь вот Гладкая стороной мы кладем на стол И где-то вот таким вот образом мы можем с вами ее померить Все ли у нас здесь ровненько Все ровненько Можно линейкой померить Так, так, прямоугольник Линии делаем мы еле заметными Сильно не надо Чтоб прямо было видно Мне кажется, у меня она пошла Вбок Нет, нормально То, что, допустим, если у вас вот здесь не получилось ничего страшного Потому что тут у вас пойдет крем Тут как бы вот эти две линии не важно Также мы с вами находим середину Это для тех, кто плохо рисует Нужно найти серединку Так, сейчас мы найдем ее Где-то так вот Вот так ровненько Вот и тут Ну, там почти Ну, вот где-то вот примерно так Хотя мне кажется, что тут что-то у меня все-таки пошире немножко Или она просто неровненькая Ну, как бы это не принципиально Потому что все равно все это будет закрашиваться Как бы это не обязательно Также рисуем мы без линейки Если вы будете рисовать линейкой Это будет очень-очень долго Это построение Будет ровненько сначала А потом, когда вы начнете раскрашивать В итоге, в любом случае, она может у вас Пойти куда-то вбок Поэтому мы просто делаем с вами наброски И просто рисуем маленькие вот такие вот картиночки Вот Зацепила И рисуем дальше Я включу сейчас в любимую музыку А вам сделаю в быстром режиме Чтобы не затягивать время И для вас, и для меня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Так, сейчас мы с вами немножечко все это стираем Потому что акварель, как вы знаете, она прозрачная И не должно быть видно карандаша Просто вот так вот чуть-чуть, чуть-чуть подстираем Ну вот наш тортик с вами готов И теперь можно его раскрашивать Так, начну я, наверное, с фона Где-то либо шестерка, либо восьмерка Начну я, наверное, с восьмерки Фон у меня будет нежно-голубой Поэтому мы берем голубую красочку У меня смотрите, как сделано То есть акварель А, видно вам, все Акварель и здесь вот есть бумажечка И на ней вот, то есть каждый цвет и какая акварель То есть мы смотрим, какая зелененькая И как она смотрится на бумаге У меня сделано вот так вот Вы тоже постарайтесь сделать и так же Чтобы вам примерно знать То есть если мне нужен голубой Я знаю, какую брать акварель Начну я, наверное, с большой кисточки Шестерочку я взяла И будем делать нежно-голубой цвет Убираем мы водичку И поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, обязательно рядом с собой Имейте какую-то тряпочку Я иногда вот так вот ватные диски кладу Вот, смотрите, вот так у нас получился наш фон Можно, конечно, туда вот и дальше вот так вот расходить Раздвигать его Вот так вот еще подвинуть Вот так вот Там уже Я думаю, вы сможете Разойтись, когда начнете рисовать Войти в такое состояние художника Когда уже начинаешь Ух, прям И понеслось Вот, сейчас мы с вами подождем чуть-чуть Она подсохнет Вот, потому что здесь вот как раз вот эти вот контуры Они, как правило, должны высохнуть Иначе вы начнете рисовать То есть один цвет войдет в другой цвет И получится какой-то непонятный кошмар Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok чуть-чуть у меня тут хвостик получился какой-то непонятный нужно было изначально пройти здесь карандашом чтобы получилось вот и сейчас мы сделаем здесь хвостик и также нам понадобятся такие вот черные гелевые ручки ручка 1 гелевыми ручками тут вот по краям проходим а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Всем пока-пока! Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok